Мастер и Маргарита Здравствуйте! В эфире программа «Час истины» и я, ее ведущий, Дмитрий Захаров. «Посчитайте, братья, сколько у нас воевод нет и сколько молодых людей нет. Нету, государь, с нами теперь сорока бояр московских, двенадцати князей белозерских и тридцати новгородских посадников. А воинах наших погибло от безбожного мамая двести пятьдесят и три тысячи». Так описывает автор знаменитой задонщины диалог князя Дмитрия Донского с соратниками после Куликовской битвы. Как строились взаимоотношения Золотой Орды и Руси? Кем приходился Александр Невский, Батыю? Почему после Куликовской битвы еще на протяжении ста лет Русь исправно платила Золотой Орде дань? И была ли вообще такая вещь, как монголо-татарская ига? Сегодня у меня в гостях историк Вадим Трипавлов и писатель Сергей Баймухамедов. Здравствуйте, господа! Вадим Трипавлов. Родился в 1960 году. Окончил исторический факультет Уральского университета. Руководитель Центра истории народов России. Автор монографий. Государственный строй Монгольской империи. История Ногайской Орды. Белый царь. Образ монарха и представление о подданстве у народов России. Доктор исторических наук. Сергей Баймухамедов. Родился в 1950 году. Окончил литературный институт имени Горького. Автор многочисленных публикаций и книг, в том числе «Сны золотые», «Исповеди наркоманов», «Боша правды русской истории», «Феноменальный Кузьма». Член Союза писателей и Союза журналистов России. Итак, начнем с начала, то есть с того, на чем мы остановились в прошлый раз. Это дальнейшая история взаимоотношений Руси и Золотой Орды. Такие знаковые фигуры для нашей истории, как Батый и Александр Невский. С точки зрения, наверное, очень многих зрителей, Александр Невский фигура харизматическая. Борец за счастье земли русской, который противостоял всем и вся, гонял псов-рыцарей, защищал Русь, соответственно, от всяких захватчиков и все такое прочее. Так кем же он все-таки приходился Батыю и как у него строились взаимоотношения с Ордой? Сейчас-то легко говорить. А вспомним 88-й год. Великого человека Льва Николаевича Гумилева. И он в интервью корреспонденту «Известий» говорил, «Вы знаете, я боюсь в газете с двух-трехмиллионным тиражом сказать, что Александр Невский, наш Ярославич, был приемным сыном хана Батыя». Не знаю, как народ на это отреагирует. Он был приемным сыном. А по тем временам я в прошлой передаче говорил, приемное родство, названное братство, оно не кровное. Кровные родственники могли друг друга предавать, из лагеря в лагерь переходить, а, как говорится, названные они перед Богом. Это на всю жизнь. Соответственно, сын Батыя Сартак приходился Александру Невскому названным братом. И Сартак, если мне не изменяет память, был христианин, мистерианец. А вы что думаете по этому поводу? Я думаю, вот что. Я побоялся бы утверждать, что Александр Невский был приемным сыном хана Бату в газете с любым тиражом, не только три миллиона, потому что никто из историков не знает, откуда покойный профессор Лев Николаевич Гумилев взял этот факт. Ни в одном средневековом источнике этого упоминания о таком родстве нет. И это просто какое-то потустороннее явление или видение было Гумилеву об этом родстве и побратимстве Александра Невского с Сартаком. Вот из того, что я сейчас услышал, единственная истина – это, возможно, действительно принадлежность Сартака к христианской конфессии. Но о каких-то особых отношениях Александра Невского с завоевателями, мне кажется, говорить не приходится. По сути, ведь у него были отношения с Ордой, как у вас салостью Зереном, насколько я понимаю. Некоторые князья лишались голов, если не просто проявляли какое-то неповиновение и пытались проявлять какую-то самостоятельность, но и пренебрегали какими-то противными православному духу обрядами в ставке Бату. Самый известный пример – это, конечно, святой князь Михаил Черниговский, чей прах в Успенском соборе. Он отказался пройти обряд очищения кострами под взглядами угрюмых шаманов, он отказался поклоняться идолам, войлочным изображениям священных животных и предков. По крайней мере, так житие трактует, за это он и был казнен в ставке Бату. А как же тогда веротерпимость Орды, с какой стати они, много из них было христиан, заставляли своего собрата-христианина Михаила Черниговского поклоняться идолам? Насчет веротерпимости, видите ли, ведь обряды предусматривали и, кроме всего прочего, изъявление своей покорности. И среди идолов было символическое изображение Чингисхана. И отказавшись поклоняться этому сонму идолов, таким образом, Михаил Черниговский политическую лояльность здесь, нелояльность проявил. Из этого можно сделать вывод один, что Александр Дневский проходил все эти обряды, соблюдал политкорректность, находясь в Орде, поклонялся идолам и делал все так, как надо, потому что это соответствовало его как бы прагматическим устремлениям. Ну, зачем нарываться-то? Если ты хочешь княжить на Руси, наверное, надо строить отношения так, как они должны строиться. Вот тут, Дмитрий, вы невольно сказали, если ты хочешь княжить на Руси, вы, как говорится, немножко плеснули воды на мельницу тех, кто считает Александра Дневского злым гением русской истории. А почему я не считаю? Нет, 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 я говорю, вы плеснули вот немножко воды из стакана, потому что вот, начиная, много людей, самый известный среди них историков Анасиев, говорят, кому мы поклоняемся, кого мы считаем святым, кого считаем гением русской земли, прислужника татарского, прихвостня, который, чтобы стать великим князем, пошел войной на родного брата, отрезал уши и выкалывал глаза в Новгороде и так далее. Есть такое мнение, есть такая версия. На самом деле, Александр Невский, может быть, и хотел быть великим князем на Руси, но его не поставили. Поставили Андрея, его брата, великим Владимирским князем. А Александра сослали, как мы бы сказали, в маленький Киев. К тому времени, к 1953 году, к 253 году, великий князь Даниил Галицкий, властитель Западной Руси, еще не перешел в католичество, но полностью заключил союз. Через некоторое время он примет корону от папы и титул русского короля. Он породнился с великим князем Андреем Ярославичем. А Андрей тоже принял католичество? Нет, не принял, но склонялся. То есть, два великих князя на Руси были готовы пойти на союз к Западу. И вот в этот-то момент Александр Невский помчался в Орду, побратался с Сартаком, а Батый дал ему не врю его рать. И он пошел на родного брата. У Андрея, ну, Невским его не назовешь. Ярославич. У Андрея Ярославича были очень непростые отношения со своим братом Александром Ярославичем, суть Невским. И если Александр опирался на помощь Золотой Орды и получил от Батый Неврю и Урать, то есть, кавалерийскую дивизию, с помощью которой он воевал против брата, то брат был, в общем, апологетом прозападной политики. И, в общем, природа конфликта-то достаточно ясна. Насколько я помню, после этого сражения Андрей бежал в Швецию. В Швецию, да. А потом в Рим, или так в Швеции? Нет, так и остался. Потом он возвращался, по-моему. В общем, Александр не казнил брата родного. Был выдан ярлык двум братьям. Ярлык более высокого ранга, на Киев, получил Александр. Потому что с домонгольских времен, так это и осталось, Киевский стол формально считался высшим столом. Конечно, Киев был разорен. Действительно, там надымились развалины. Александр жил в Новгороде. И у себя в Переславле. Второй по значимости ярлык получил Андрей. Вот после Неврюевой рати, вот это соуправление двух великих князей, монголы, отменили. Да, да. Стал великий князь Владимирский, из которого потом и вылупилось московское государство. Я думаю, что на самом деле монголы отменили двоевластие, вот после ситуации с Андреем. Именно, чтобы была такая прозрачная, понятная вертикаль управления. Вы знаете, Дмитрий, в этой ситуации для русской истории гораздо больший перелом вот произошел. Потому что, когда монголы стали выстраивать иерархию князей и ярлыков, вот они же встроили эту систему во всю организацию монгольской империи. И сам Бату получал ярлык от Верховного монгольской императора. И в этих условиях вот та система управления, которая была до монголов, с вечевым строем, с участием народа в решении государственных вопросов, вот все это ушло. Осталось на севере, в Новгороде еще. А у нас стала формироваться вот эта монархическая, собственно, власть. Китайская модель власти. Ну, скажем, восточная, да, ближе к восточной. Насколько я знаю, православная церковь была представлена, скажем так, в ставке Орды, которая контролировала нашу территорию, в языческой, там, политеической Орде было русское православное представительство. Зачем, почему и как к этому относилась Орда? В 1261 году хан Берке, это брат и преемник Батыя, вот, он учредил в столице Золотой Орды, позволил учредить православную епархию в Сарае. В Золотой, значит... Сарай, это в Верховьях Волги, да? Сарай, это в современной Волгоградской области, да, город Сарай, это дворец по-тюркски означает. Вот там появилась епархия. Александр Невский перенес из своего родного города, где, значит, из Переславли. Зачем это было нужно? Ну, во-первых, в Монгольской империи был принцип веротерпимости. Это ЕСА, то есть установление закон Чингисхана был, вот, чтобы относиться лояльно к представителям всех конфессий, всех религий. Мусульмане имели свои представительства, естественно, в Сарае. Была католическая миссия в результате многих, так сказать, поездок миссионеров. И вот появилась православная. Дело в том, что там была довольно многочисленная паства. Среди орденцев. Среди русских. Населения, скажем так. Русских, потому что ведь страна была обложена выходом, данью. Ну да. Вот, и много было и, так сказать, добровольно переселившихся, и еще больше много пленных. Кроме того, здесь, конечно, возродившаяся Византия тоже сыграла свою роль, поскольку папский престол очень активно развернул миссионерскую деятельность на Востоке. Территория Золотой Орды была поделена на два диоцеза. Туда были назначены епископы католические, ну и Восточная Христианская Церковь тоже здесь проявила активность. Кстати, вот это после падения Золотой Орды Сарайская епископия не исчезла. Она была переименована в епархию сначала Сарскую и Подонскую, потом Крутицкую. И сейчас это митрополит очень высокого ранга, на третьем месте, кажется, он в православной иерархии стоит. Он сейчас базируется в Москве на Крутицком подворье, вот в районе метро Пролетарская. Это как раз бывший епископ Сарая. И вот такое сосуществование продолжалось на протяжении достаточно большого периода времени. А вы знаете, еще одна важная деталь. Почему не трогали Русь? А зачем? Я просто еще один момент немножко проскользнул, это в прошлом разговоре. Есть такая очень распространенная версия, что Александр Невский отмолил уберке русских ратников. И Русь не платила налог кровью. Ведь принцип организации Монгольской империи, они завоевывают страну и все ее ресурсы на завоевание следующее бросают. Русь якобы в этом не участвовала, об этом до сих пор пишут и в учебниках, и в монографиях, ничего подобного. Вот русские ратники участвовали в войнах и в Китае, и на Балканах, и на Кавказе, и так далее. Вот почему еще им не было смысла разорять этот источник ресурсов воинских. Ну и воинских ресурсов, и материальных ресурсов. Нет, ну по логике это естественно, а Сюзерен берет у вассала солдат. Конечно. Но тут понимаете, слово вассал не очень верное, конечно. Вы знаете, ну если Александр берет дивизию Неврюя у Баты, то вполне логично, что Баты берет русских ратников для реализации своих военных задумок. Ну по меньшей мере было бы странно, если бы было иначе. Золотая Орда это Улус, который контролировал Русь и Волжскую Булгарию, я так понимаю. И Хорезон. И Хорезон, да. А всего сколько их было вот в лучшие времена? Не помните? Четыре больших Улуса было, включая Золотую Орду. Ну да. А какая ситуация в Крыму была в это время? Крым принадлежал Золотой Орде безрождельно. Тоже, естественно, входил в этот же Улус. Соответственно, мы... До Мамая, условно говоря. Ну да. Постепенно мы приближаемся к персонажу по имени Мамай. Мамай, если мне память не изменяет, Чингизидом не был. Не был. Не был. То есть это был самозванец, по сути. Силу своего происхождения претендовать на трон в Орде, вот в данном Улусе, он не мог. Или мог? Никак, ни в коем случае. Не мог. Ни в коем случае. То есть, по сути, он был мятежник. Ваня Сидоров не мог претендовать на трон Рюриковичей, на московский стол. Как сказать, мятежник, понимаете? Вот Борис Годунов безраздельно правил при Федоре Ивановиче. Был Годунов мятежниками или нет? Вот в той же ситуации был и Мамай. Единственное, что ханов он все-таки мог менять. Вот. То есть, неугодного правителя он смещал и ставил другого. Но находился у подножия трона, а не рядом с ним. С точки зрения большинства людей, Мамай – это полноправный представитель Чингизидов, с которым Дмитрий Донской сражался. И отсюда как бы вот версия того, что происходило на Куликовом поле, общепринято и установилась. Кем же на самом деле в Орде был Мамай? И почему вот все происходило так, как происходило? Он пытался стать узурпатором. Пытался узурпировать власть в Золотой Орде. На самом деле, я не помню, говорил я в прошлой передаче или нет, была Мамаева Орда в Крыму. Армянские древние источники, все там свидетельствуют, была Мамаева Орда. Очень мощная. Вот как она была? Он что, получил из Каракарума ярлык? Нет, ничего не получил. До времени империя развалилась? Уже все. Империя уже развалилась, уже в Золотой Орде шла резня, ханы друг друга травили, свергали. И Мамаев, взявший власть в Крыму, у нас все время путают Золотую Орду с Мамаевой Ордой. И когда говорят в летописях написано Мамаева Орда, наши переводчики и тогдашние современные заменяют ее на Золотую Орду. Ничего подобного. Мамаева Орда была в Крыму. Мощное отдельно, котлеты отдельно. Да, мощное государство. Ему подчинялась неформально Золотая Орда, поскольку там власти уже не было, порядка не было. Фактически он мог менять там ханов, ставить своих. Фактически ему подчинялась Русь. И он давал даже ярлыки Дмитрию Донскому. Дмитрий Донской в союзе с Мамаем воевал со своим заклятым врагом Олегом Рязанским. Вот такая была ситуация. Очень запутанная. И мне в этой ситуации хочется сказать вот что. Мы все время представляем наших политиков прямолинейными. Вот он был за это и против этого. Ничего подобного. Они были такими же хитрыми и защеренными, как и все политики. И Дмитрий Донской при попустительстве своего, под руководством своего наставника, митрополита Алексия, вот, тоже выгадывал с кем ему, с кем ему, вот условно говоря, что он должен был воевать с Мамаем, храня верность Золотой Орде, практически несуществующей. Зачем? Власть у Мамая, что он приобретет воюя с Мамаем. И поэтому они политики, как говорится, с Мамаем они содружествовали, когда им было это выгодно. А когда, когда, в Золотой Орде, учтите, что до Мамая никогда с ордынцами Русь не воевала? До 1377 года никаких войск. Ну, начиная с 1237 года. Да, да, да. Первые войны были с Мамаем. Вадим. Когда уже власть Мамая не то чтобы пошатнулась, а когда стала восстанавливаться власть в Золотой Орде, когда возник Тахтамыш, могучий и сильный хан, вот тогда-то, тогда-то уже Алексей и Дмитрий Донской решили, что пора уже от Мамая избавляться и, как говорится, служить законному хану Золотой Орды. И тогда Мамай двинулся на Русь, тогда Тахтамыш пошел на Мамая и Дмитрий Донской пошел на Мамая. В 1314 году хан Узбек объявил ислам государственной религией Золотой Орды. Множество чингисидов с ним не согласилось. Часть он казнил, часть отослал в Дальние степи, в Казахстан. Через 20 примерно лет пришла черная смерть, пандемия чумы, которая потом и в Европу через Крым проникла. В этих условиях опустили ордынские города и выкосила правящую чингисидскую знать. И вот в этих условиях смогли прорваться к власти не чингисидские аристократы, в том числе племя Киятов, не только Мамай. У него была многочисленная, очень такая агрессивная семья, которая заняла престолы не только на Волге, в Сарае, но и на востоке у Уса Джучи. Это где по нынешним временам? Это Южный Казахстан современный. Мамай на что опирался? Он, во-первых, женился на дочери хана Бердибека и вошел в самую высшую знать. Во-вторых, он получил от своего тестя высший аристократический ранг после хана, Бек-Лербек, князь князей стал. Он стал главой сословия всех беков, кочевой знати. В наших представлениях это примерно как глава вооруженных сил, генералиссимус. В-третьих, он получил в личную ЛУЗ Крым. Очень богатые ресурсы, итальянские колонии там. Генуэзские. И вот опираясь на такой тыл, он смог действительно прибрать власть в западной части Золотой Орды. Только в западной части. Сарай действительно столица переходил из рук в руки. Мамай иногда сажал тут своих ставленников. Действительно приезжали русские послы в Мамаеву Орду так называемую. Это не только Крым, это все, что к западу от Волги до Дуная. Он выдавал им ярлыки. Но вы знаете, в Москве смотрели на эту ситуацию, все-таки несмотря на многолетнюю покорность, уже сколько поколений выросло при ордынской власти, все-таки настроение, вот то, что мы пребываем под властью сначала поганых, потом агаметан. Мамай. Мусульман я имею в виду, под властью Орды. А Мамай был мусульманин или язычник? Я думаю, что вот он достиг таких постов в Орде, конечно, будучи мусульманином. Это было со времен узбек уже обязательным для высшей знати. Вообще считается, по-моему, об основном Мамай – это стяженное имя Мухаммед. Просторечное, тюркское такое, диалектное. На Руси оценили эту ситуацию с так называемой Великой Замятней, вот с этим хаосом в Орде. И вы знаете, Дмитрий Иванович, будущий Дмитрий Донской, прекратил платить выход в Мамаеву Орду. Не платил год, не платил два, последовал карательный поход Бегича Сергея. Это Чемновожия, да. Да, вот. Ордынское войско было разбито, и вот чтобы вернуть ситуацию к прежнему порядку, чтобы заставить русских данников выполнять свои обязанности, и состоялось это нашествие Мамая и сражение на Куликовом поле. Да, но тут вот у меня возникает вопрос, наверное, немаловажный. Тахтамыш, он же пришел из Синей Орды. Да. Из Синей Орды. А вот кто же его делегировал, если Каракарум уже к тому времени не контролировал ситуацию, если Орда распалась на много маленьких Орд, скажем так. Вот почему Тахтамыш легитимный, а Мамай нелегитимный? Вот Тахтамыш идет из Сибири. Чингисик из Казахстана. Ну, из Северного Казахстана. Из Северного Казахстана. В Мангышваке, да. Кто его наделил такими полномочиями? Вот если в Орде в Золотой приключился такой хаос, все перемерли от чумы, но не все, но многие. Любой чингизид имел право на престол, теоретически. За Тахтамышем была могучая поддержка Тимура, правителя Средней Азии. Вот он на это и опирался. Чингизидов, конечно, были сотни. Вот там, на востоке. Вот, но... Ну, Тахтамыш уже был все-таки ханом Синей Орды. При помощи Тимура он на востоке получил престол. Вот. Золотая Орда была расколота в то время. И вот под лозунгом объединения государства он и пришел в сарай. Мне просто вот хотелось... Не пришел, пошел, пошел пока только. Да, мне просто хотелось понять вот механизм, как бы, возвышения Тахтамыша. Потому что вот то его не было, а то бац, взял, нарисовался. Он очень долго воевал и интриговал на востоке. Вот там вошел в доверие к Тимуру. К Тамерлану. К Тамерлану совершенно верно. Да, воевал авторитет, стал известен. И кому быть на Золотой Орде? Конечно, Тахтамышу. И он пошел. С одной стороны шел Тахтамыш на Куликово поле. С другой стороны... Нет, ну Тахтамыш... Навстречу Мамай шел, отсюда Дмитрий Донской, отсюда Алик Рязанский и Ягайло. Вот какое движение было. Почему шел туда Мамай, понятно. Навести конституционный порядок на территории, которая отказалась платить налоги в центральный бюджет. Что касается Дмитрия Донского, то как бы это парад суверенитетов и поход, чтобы заявить о своей автономии и перестать платить налоги в центр. Нет, нет. Ни в коем случае. Он же потом платил налоги Тахтамышу. Ну, Тахтамышу платил. Суть в том, что... Подождите, Сергей. Давайте доразберемся с Рязанским князем и с Ягайлой. Что они-то там забыли на Куликовом поле? Если верить нашим сказаниям о Куликовской битве... Потому что вот тут вопрос потом, наверное, будет Вадиму, что у нас ведь нет первоисточников, условно говоря, оригиналов летописи. Все известно по спискам копиям 16 века и даже 18 века. Но если верить копиям сказаний 16 века, то у каждого была своя выгода. Как писал Олег Рязанский в обращении к Ягайле, вот идет Мамай, царь, он его называл царь Мамай, он даст тебе Москву, мне Коломну, и мы сядем и будем править. Ну, как бы интересы этих двух товарищей понятны. Речь шла, в общем-то, об уничтожении московского государства. Что такое была Литва во времена Дмитрия Донского? Это ведь было достаточно серьезное территориальное образование, насколько я понимаю. Она уже начинала простирать свою власть от, условно говоря, от Вильнюса до юга. До юга это докуда? Да. В общем-то, Литва в рассвет свой, вот как раз 14-15 века, простиралась от Балтики до Черного моря практически. Вот что входило в территорию Литвы на тот момент? Великое княжество Литовское имело вот этническое ядро, действительно, вот современную Литву, условно говоря, но 4 пятых территории было русское население. Оно до 17 века и называлось русским. Украинцы, белорусы, это уже потом все появилось. Вадим, ну вот по городам, что входило в Литву в тот период? Брянск, Минск, Киев, Полоцк, Киев, Чернигов, Переславль. Неплохо. Неплохо, неплохо. То есть, где-то Литва кончалась возле Смоленска или начиналась? Нет. В Дмитрии Донском граница была за Можайском, гораздо ближе. А южная граница за Ельцом. Вот Беларусь. То есть, гигантское государство Литва было по тем временам. Это была очень интересная отдельная история, ведь между Москвой и Вильной шло историческое соперничество. Вокруг кого объединится Восточная Европа? За Москвой была Золотая Орда, за Великим княжеством Литовским католические союзники, Польша и так далее. К тому времени уже вопрос о вере в Литве был решен. Католическая вера. Это понятно. То есть, круг интересов участников мероприятия по названию Куликовская битва так более или менее становится понятным. Да. И не только католическая, но и антимосковская. Не случайно литовский великий князь назначил своим преемником младшего сына, который был ненавистником Москвы. А старшего лишил. Так вот, Олег Рязанский-то шел или стоял? Он вообще собирался туда идти? По-моему, он всех боялся и лавировал. Никуда он идти не собирался. Но вообще пакостник был преизрядный, надо сказать. Ну, вы знаете, если посмотреть на средневековую политику, кто там не пакостник? Понимаете, Олег Рязанский ведь за свою Рязань бился. Конечно. За свою Рязань. Конечно. Понимаете, это мы сейчас говорим, ах, он против Москвы, значит, против Руси. Ну, нет, но в контексте ситуации на Куликовом поле он нам был, конечно, не друг. Он получил ярлык из Мамаевой Орды. Если бы, значит, был приказ от Мамая выступить на стороне Мамаевой хвости, он выступил бы. А он не выступил. Мы верим этому письму Ягайли перед Куликовской битвой или не верим? Там написано, что он выступил, да? Да, мы идем. Вот идет великий царь Мамай, я с ним. Вот тебе Ягайло Мамай даст Москву, мне то, мне это. Дмитрий Донской во время похода вот туда, к Дону, он обошел границы Рязанского княжества. Если бы он вступил в пределы рязанских владений, Олег Рязанский обязан был бы, как союзник Мамая, выступить против него. А так Дмитрий оставил ему возможность сохранить нейтралитет и не ввязываться в противостояние московских и ордынских войск. А с другой стороны, почему тогда Дмитрий перешел Дон? Извините, господа, я вас обоих прерву одним дурацким вопросом. А почему Олегу бы не пойти в контексте того, что если идет Мамай, если идет Ягайло, и если идет он, шанс у Дмитрия Донского уцелеть между нулем и минус единицей? А Тахтамыш еще не подошел. А Тахтамыш там в сарай идет. Тахтамыш бог с ним, да. А результат совершенно неопределен. А почему? Почему он не пошел? Ну как? Дмитрий Донской... Насколько я понимаю, у Мамая военные возможности были больше, чем у Дмитрия. Есть такой факт военный. А если к этому плюсуем Ягайлу, извините, гигантское государство и очень мощная рать. Да вопрос решен. Вопрос был решен. То есть, если бы я был Олегом Рязанским, я бы тут подсуетился. Дело в том, что Дмитрий Донской... 25 человек. Посмотрите, с военной точки зрения. Перейти Дон и выстрел... То есть, перекрыть себе все пути отступления. Ну да, отступать не было. Зачем он перешел? Есть теория, что он боялся удара в спину Олега Рязанского. Да, есть такая теория. И есть такой еще факт, когда... Надо учесть, что рязанцы больше всего ненавидели москвичей. Это была взаимная страшная ненависть. Глаза друг другу выкалывали. Ну да, жгли Рязан. Еще там с Владимирских времен, что там говорить. Вот, и когда после Куликовой битвы раненых везли в Москву, рязанцы нападали, убивали и грабили обозы с ранеными. То есть, видимо, не подоспели. Не подоспели. Да, возможно, ненавидели они Москву. Есть не верить летописям, опять же. Возможно, ненавидели они Москву, но по сравнению с ненавистью по отношению к татарам, это все-таки было слабое чувство. Вот из всех столиц русских княжеств Рязань разорялась ордынцами больше всего. И увидеть в Олеге Рязанском преданного союзника Мамая, я думаю, не стоит. Да нет, я здесь не об этом говорю, а о том, что он преданный или не преданный. А прагматика чисто. Дело в том, что перед этим Дмитрий Донской союзничал с Мамаем. Видимо, были другие соображения, раз он все-таки не присоединился. То есть, он рассуждал немножко по-иному, чем вы, видимо. Ну да. Я просто пытался посмотреть на ситуацию с точки зрения его личной выгоды. Возможно, что он просто не успел. Просто не успел. Или решил выждать. А тогда зачем его воины грабили московских обозов с раненными? Ну почему? Дело-то святое, пограбить обозы. Не, ну это уже полный беспредел. Как бы там ни было, но ситуация сложилась. Как бы там ни было, Олег Рязанский на Куликово поле не был. Не пришел. Да. И Егайло тоже не было. И Егайло не пришел. А почему Егайло не пришел, Вадим Винтон? Не успел? Или почему? Он стоял в двух днищах, как сказано, в источниках от места сражения. Почему не пошел, мне здесь сложно сказать. Возможно, у Сергея есть какая-то версия. Обычно говорят, что не успел вот он. Именно поэтому и Дмитрий торопился начать сражение. Да, есть сведения, что он шел через Новгород-Северские земли, которые были ему враждебны. И, значит, его там щипали со всех сторон русские партизаны, скажем так. Тем не менее, Егайло тоже не успел к Куликовому полю. Ну, к счастью, ни тот, ни другой там не оказались. Таким образом, соотношение сил все-таки, как мне кажется, было в известной степени в пользу Мамая по численности. Или они были приблизительно равны? Ой, вот это один из самых темных вопросов всей этой истории. Ну, потому и интересный. Нет, ну, то, что написано в источниках, то, что вот Хрестоматийно от Карамзина идет, 300 тысяч сардельской стороны там. Да, это уже вселенская сардельская. Нет, ну, как бы понятно, что это нереальная цифра. Дай Бог 30 тысяч было. Ну, специалисты по военной истории средневековой считают и прикидывают, и так едок, и получается, что с обеих сторон было где-то, ну, от 50 до 100 тысяч, ни в коем случае. КОНЕЦ Разбил Дмитрий Донской Мамая и что сделал? Послал гонцов к царю Тахтамышу с уведомлением, что он врага супостата Мамая разбил. Верно, как говорится, вашей царской службе. Мамай потом догнал, ой, Тахтамыш догнал Мамая на Калке, река такая, вот, еще с тех времен, если помните. Вот, там, как гласят летописи наши источники, ордынские витязи сошлись с коней, перешли к Тахтамышу, к законному хану. Вот, а Мамай бежал на, в Крым, где его удавили, отравили, значит, генуэсцем, где его отравили, как ставленника, который не выполнил задачу по колонизации и катализации Руси. Вот, и Тахтамыш послал к Дмитрию Донскому, как написано, и ко всем русским князьям известие посольства, что он истребил и изгнал из нашей земли моего и вашего врага, то есть общего супостата. У Тахтамыша и Дмитрия Донского был один враг, Мамай, общий враг. Я что-то не помню, чтобы такое послание было, о том, что он изгнал. Симеоновской летописи, в Рогужском летописце, причем Симеоновская летопись, судя по ней, по Симеоновской летописи, там речь идет о живом Дмитрии Донском, там Дмитрий Донской действует как живой, то есть она создавалась непосредственно через несколько лет после Куликовской битвы. Другое дело, что Симеоновская летопись, конечно, не входит ни в какие хрестоматии, ни в какие нерогожские летописицы, ни в какой научный даже оборот, не говорю уже об общем. Ну, так или иначе, после Куликовской... Почему не входит? Извините, оно опубликовано сотни раз, цитировалось, а в каком смысле не входит? Нет ее в сказании о Куликовской битве, например, никаких выдержек из нее. И о Симеоновской летописи впервые я услышал из этой книги, памятники русской литературы, где академик Тихомиров только намекал, говорил, ну, есть и другие сведения о Куликовской битве. И, понимаете, это все замолчено, и у нас вот до сих пор в Архангельском соборе на раке с мощами Дмитрия Донского написано, что он сторожался против Золотой Орды. Немного утратили нити разговора. Да, вернемся к нити разговора. Вот по хронологии. Произошло сражение на Куликовом поле. Погибло огромное количество людей с обеих сторон. Следов этих людей так и не найдено по сей день. Вернемся все-таки к диспозиции. Где же это происходило? Почему ничего не найдено? Потому что сейчас появляются версии, что вот вроде бы нашли там образцы земли, где содержится очень много белков, жиров и углеводов, что чернозем вот переварил все кости. Ну, извините, но если бы так вот все происходило, вот ни одной кости не осталось от погибших. Сколько там погибло? 30 тысяч человек. Ну, вы знаете, вообще-то, вот Куликово поле... Было ли оно? Это не совсем та местность, которую мы сейчас так называем. Местный помещик в 19 веке, когда вот эту землю обустраивал, он действительно раззвонил, раструбил, что это есть Куликово поле. Пиар такой сделал себе. На самом деле, еще вот в текстах 17 века есть такая книга «Большому чертежу». Там это Куликово поле обозначено как огромный район, водораздел Дона и Оки. Там, и вот посмотрели историки, там берут истоки нескольких рек. И поле – это не колхозная пашня, в том понимании. Поле – это степь. Вот. И события эти происходили на Куликовом поле, вот не на этом пятачке Тульской области, где сейчас памятник стоит, на гораздо большем пространстве. И если есть где-то гекатомба, массовое захоронение, то надо покопаться где-то в гораздо более дальних окрестностях. Вот. А нынешнее Куликово поле, ну, это как вот символ военной славы, то и до тех времен. То есть, место по сей день не атрибутировано. То есть, это не болото Кулики. Нет. Понимаете, если Куликово, то болото. Если болото, то агрессивная среда, там, конечно, никаких костей не может остаться. Да, ну что, в болотах как раз вот из болот вынимают практически мумифицированные тела. Там очень хорошая консохранция. Простите, а если разлив Дона, Непрядовы, смывает все? Понимаете, с тех пор ландшафт очень изменился, распахано все. Многие реки исчезли, вот Смолка та же, вот известная и так далее. Они только во время дождей сейчас наполняются, бывшее русло. Вот. Леса сведены на нет. То есть, атрибутировать, где это происходило на самом деле, так и не удалось. Пока невозможно. Потому что где-то должно было быть генеральное сражение, так или иначе, в котором сошлись обе рати. А если происходит генеральное сражение, появляется именно вот та самая гетокомба в конечном итоге. В принципе, место приблизительно известно. Спорят только правый берег Непрядовы, левый берег Непрядовы. По ориентирам, по речкам можно как-то определить. Но место само захоронения, оно совершенно не обязательно было с той точки, где пересвет с Челубеем схлестнулись. Еще надо учесть, что если хоронили, а хоронили безусловно, то хоронили на каком-то ограниченном пространстве. Допустим, 100 квадратных метров, 300 квадратных метров, условно говорю, братская могила. И найти 300 квадратных метров, именно эти, в общем-то, чрезвычайно сложно. Состоялось Куликовское сражение. Мамай побежал в Крым. После сражения на Калке с Тахтамышем побежал в Крым. В Крыму были генуэзцы. Как у него с ними строились отношения вообще? До и после. И имели ли они какое-то отношение к его бесславному концу? Что вы думаете? Отличные отношения были. Хан из Золотой Орды дали ярлыки на торговлю генуэзцев в Крыму. Они там построили свои торговые пункты. Центром генуэзских владений была Кафа. И общеизвестно, ведь генуэзская пехота была нанята Мамаем. Ну, фряжская. Фряги, да. Фряги, как в летописи. Итальянцы. Деньги там были большие. Деньги там были большие. То есть, Мамай нанял, а не генуэзцы дали. Просто так. Ну, скажем так. Есть даже такая версия, что наняли Мамая. Да. В последнее время появилась такая. Наняли Мамая. Деньги дали Мамаю. Идти. И насколько это правомерно? Не знаю. Прецедентов нет вообще-то в истории Золотой Орды, что и в русско-ордынских отношениях. Это не Золотая Орда. Да, опять же, вот мы путаем. Это Мамаева Орда. Это часть Золотой Орды. Давайте, да. Это Мамаева Орда. Это территория Узурпатра. Но Мамаева Орда – это часть Золотой Орды, которая временно управлял Мамай. Да. Узурпировавший, который узурпировал власть там. Мамая отравили или что с ним сделали? Ну, по некоторым источникам говорят, что его там отравили. Ну, короче говоря, после Куликовской битвы прожил он недолго. Это произошло в том же году? Тоже неизвестно. Тоже неизвестно. Известно только, что его отравили. То есть, вот Мамай как ёжик в тумане растворился. Или, скажем так, умер непонятной смертью. Ну, да. Провожу современные аналогии, они у всех… Да, от угрызений совести. Но, тем не менее, он не пропал, Мамай, в общем-то. Есть такая версия, свидетельство есть, что его внучатый племянник, тоже по имени Мамай, служил великому князю Витовту, литовскому уже. И когда Тахтамыш, а ставка была Витовта, как вы понимаете, не в Каунасе, а в Киеве. И когда Тахтамыш, уже полностью ставший ханом Золотой Орды, вот, изгнал Витовта из Киева, вот, якобы, значит, очень выручил его, вывел из темных лесов, его, значит, этот Мамай. И Витовт, за спасение, даровал ему город Глинск и титул князя. Так родилась могучая династия литовских князей Глинских. Потом литовские князья Глинские, не стерпев, все-таки, наступления католицизма, вот, ушли на Русь. Тут Леночка Глинская вышла замуж за великого князя Василия, и они родили великого князя Ивана, который стал первым русским царем Иваном Грозным. Действительно, эта история имела место быть? Ну, есть родословный летописец Глинских князей, там, действительно, все это описано, вот, такой парадокс, что по отцовской линии Иван Грозный происходит от Дмитрия Донского, а по материнской, от Мамая. Да, гремучая смесь. Да, такой парадокс исторический. Да. Возвращаясь к Дмитрию Донскому, Мамай все, с арены политической отошел, Тахтамыш появился. Как у них строились взаимоотношения? Ну, вот Сергей уже... Ну, если судить по летописям, вот, там был вот такой воссалитет. Олег Рязанский раскаялся, не раскаялся, но смирился, и назвал Дмитрия Донского старшим братом. Да, но при этом продолжил. Это не означало воссалитета, но тем не менее был такой акт смирения, есть в документах. А Дмитрий Донской называл Тахтамыша царем. Добрым. Да, добрым царем Тахтамышем. А Тахтамыш называл его младшим братом. Все как по тем временам. По протоколу тех времен. То есть он получил ярлык, и как бы, от Тахтамыша я имею в виду, и на основании этого ярлыка осуществлял свои служебные полномочия. Возникает вопрос тогда, а зачем Тахтамыш на Москву тогда пошел? А, в 382 году? В 382 году. Да, это очень интересный вопрос. Да, потому что вроде бы человек присягнул, налоги платят. Зачем спрашивается тогда громить его столицу? Фантастически интересный вопрос. Да. Вадим, вот ваша точка зрения. Одно уточнение. Он присягнул, а налоги не платит. А, не платил. Нет. В том-то и дело. Понятно. Вот. Когда Москва была сожжена, дань пошла. Опять. Правда, Дмитрий не решился сам в Орду ехать. Он послал сына Василия, и сказано, царь прият Василия 8 тысяч серебра. Это за, значит, Тахтамыш простил долг, который не выплатили Мамаевым царям, так называемую Мамаеву Орду. Вот. Но москвичи, вернее, все Великое Владимирское княжение, на которое вот ярлык распространял, то есть, включая Новгород, они заплатили за 1380-й, 81-й, 82-й год. И потом уже аккуратно стали выплачивать. Ну да, 8 тысяч за три года. То есть, Тахтамыш шел наказать Дмитрия Донского за неуплату даний в 1382 году. Да, да. Ну, вернуть обычную систему ИГА, так называемого. Вот. Потому что Дмитрий соглашался признавать его царем, старшим государем на основании ярлыка, но по инерции от Мамаевых времен не присылал в Орду выход. Да, очень интересно. Налогооблагаемую базу. Да. Ну вот, есть такая вещь, ну, если судить по летописи, по нашей истории, то получается, конечно, абсурдизм чистый. Дмитрий Донской, Тахтамыш приближается к Москве. Что делает Дмитрий Донской? Бежит в Кострому. А сотни других горцогов и горолей вообще в истории, да? Оставляя в Москве не только жену, но еще и новорожденного сына. Простите, это поступок, который не красит никого. Тем более. Ну, что делать? Борца. Что ж, он не защищал Москву, не это. Бежал? Риторический, видимо, вопрос. Да, это вот очень интересный момент, который в летописях вот так подается в абсурдистском стиле и в нашей историографии. Но есть такая вещь, как повесть о нашествии Тахтамыша. Она большая. Большая. А большую повесть, как ни переписывая, все-таки трудно и концы с концами сильно не сходятся. В повести о нашествии Тахтамыша говорится, что Дмитрий Донской вышел из Москвы с войском. Не говорится, на кого пошел. Очень странно. И вот тут говорится, что в войске вдруг началась розность. Мягкое такое слово «розность». Очень странная розность, после которой Дмитрий Донской сел на коня и в Бурзе бежал на Кострому. В Бурзе, значит, быстро. Ну, это понятно. Логически был мятеж в армии. Ну, да. То есть, да, местные князья, бояре-воеводы не хотели идти в поход. Против кого? Против Тахтамыша, Ягайла, Олега, неизвестны. Не хотели. Свергли великого князя. Куда бежит Дмитрий Донской? На Кострому. А почему на Кострому? А не в Москву. Вот стены, оплот. Так ведь? Тем более жена, дочь. Заговор, видимо. И вот тут в повести о нашествии Тахтамыша мелькает, в старославянском варианте, естественно. Мелькает слово мятеж. А на Москве был мятеж Велик-Зело. То есть, одновременно с бунтом в армии вспыхнул мятеж в Москве. Против Дмитрия Донской. То есть, как бы, изначально планировалось его свергнуть. А куда денешься? Вот так из анализа повести о нашествии Тахтамыша следует это. Приходит Тахтамыш. Что он делает? Он уничтожает врагов Дмитрия Донского. Так получается, да? А, кстати, кого в это время приняла Москва во время мятежа? В повести о нашествии Тахтамыша, говорится, приняла литовского князя Остея. С какой стати литовского князя? Чего? Своих, что ли, нет возглавить? Если уж на то пошло мятеж. Именно литовский. Не был ли там, извините, литовско-нижегородский заговор? Кто его знает? Приходит Тахтамыш. Уничтожает врагов Дмитрия Донского, мятежников. Так? Зная, что Дмитрия Донского нет там. И? Да, если Тахтамыш шел на Дмитрия, хотел уничтожить Дмитрия, то мятежники, враги Дмитрия, по логике, его как бы союзники. Однако Тахтамыш уничтожает врагов Дмитрия и уходит, забирая в заложники предателя сына Нижегородского князя Василия с собой во рту. Дмитрий возвращается, садится на трон великого князя. И все. Ну и наказывает... А что с литовским князем? И наказывает предателя Олега Рязанского. А литовский князь, который в это время в Москве... А его Тахтамыш наказал, он разорил его удел. Вот и получается, по версии молодых российских историков, на которых я ссылаю, получается, есть такая версия, что, если проследить путь войска, что Тахтамыш и Дмитрий Донской шли на Ягайло, на Литву. Маршрут совпадает. К Новгород-Северскому шли. Потому что был очень удобный момент, наконец-то уничтожить Литву. В Литве в это время был мятеж. Кисть тут поднял заговор против Ягайло и так далее, и так далее. Был самый удобный момент, могучую Литву, как говорится, поставить на место. Но мятежники, князья, бояре, воеводы, свергли Дмитрия Донского и не дали этому совершиться. Как вы знаете, вышли все сдаваться во главе с литовским князем Остеем по повести о нашествии Тахтамыша. И тогда Тахтамыш сделал невиданное дело. Он велел рубить всех. А по законам военного времени противников, тем более сдающихся, а он ордынец такой, правоверный ордынец, не рубят. Значит, князь Остей и мятежная Москва были выведены за законы военного времени, а они расценивались как заговорщики. Диверсанты. Диверсанты, а к заговорщикам пощадили. И самое ужасное, пишется в повести о нашествии Тахтамыша, сгорела церковь, набитая книгами. Что там было? Что до нас не дошло? Вот ужас. Если действительно это была церковь, набитая книгами. Хотя тоже, в общем, зачем в церкви хранить книги? Но с другой стороны, сколько раз сгорали церкви, сколько книг сгорело, начиная с библиотеки Александра Македонского. Ну, если церковь, набитая книгами, понимаете, меня вот охватывает, я не знаю, отчаяние. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще сто лет Русь платила налоги в пользу Орды. То есть процесс на сегодняшний день у нас еще не завершен. Не завершен. На этой оптимистической, если ее можно назвать, оптимистической ноте мы закончим наш сегодняшний разговор. Я хочу поблагодарить моих гостей за участие в программе. А с вами, уважаемые зрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши исторические расследования в рамках программы «Час истины» на канале 365. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин